Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Вместе с вами и общественниками нашего района мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными проблемами и вопросами нашего Одинцовского района. Сегодня мы поговорим с комиссией по экологии, природопользованию и землепользованию нашей общественной палаты и с ее представителями. Приветствуем Сергея Викторовича Сармин, председатель данной комиссии, а также Екатерина Владимировна Ванчикова, эксперт-консультант данной комиссии. Рад, что вы к нам приехали. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Викторович, первый вопрос, пожалуй, к вам. Всем нам известно, что не так давно общественная палата решила выйти в народ уже официально, по полному, что называется, и организовала ряд выездных приемных, которые работали на выходных во всех, насколько мне известно, поселениях Одинцовского района. То есть люди могли прийти, обратиться с любым заявлением и получить либо консультацию и помощь на месте, либо оставить заявку на уже более подробный осмотр, допустим, каких-то проблем со стороны общественной палаты, заявку на рейд, возможно, и так далее. Скажите, ваша комиссия тоже ведь принимала, наверняка, участие в этом? Да, вы совершенно правы отметили, что был так называемый выездная приемная, организованная комиссией, точнее говоря, общественной палатой, где все поселения Одинцовского района были разбиты по каждой комиссии. То есть каждая комиссия общественной палаты закрепляла за собой какие-то два определенных поселения. Составлялся график выезда, значит, с какое по какое время. Как правило, это порядка два-два с половиной часа на каждое поселение выделялось. Наша комиссия участвовала в этом выезде в двух поселениях. Это поселение Захаровское и поселение Чесовское. Самое первое, где мы побывали, это поселение Захаровское, где было самое большое количество обращений граждан. Также, как вы правильно отметили, то есть некоторые вопросы, по некоторым вопросам ответы и консультации давали сразу на месте. Так как у нас присутствовали сотрудники, коллеги по нашей палате, по нашей комиссии. Это мой заместитель, также Наталья Афиногенова. Также консультанты-эксперты Екатерина Владимировна, консультант-эксперт у нас есть Тимур, который является, кстати, также специалистом в области недвижимости, землепользования, который также давал много консультаций по вопросу оформления земельных участков, каких-то там еще строений, зданий. Ну, словом, диалог у вас получился с жителями? Да, диалог был очень активный, очень обширный и достаточно много было обращений, особенно поселение Чесовское. Вот давайте мы по обращениям с вами поговорим. Первое, да? По каким вопросам обращались, что больше всего интересовало жителей, с чем получилось помочь, с чем на месте не очень? Самое большое количество обращений, это касалось обращения проблемам ЖКХ. Ну, это не секрет, все мы об этом знаем, что это одно из самых больных мест для наших граждан, потому что это касается непосредственно их жилища, их квартир, домов, подъездов и так далее. Поэтому самое большое, также качество питьевой воды, подаваемая местными эксплуатационными предприятиями в дома. Поселение Захаровское, то есть именно вот летний отдых поселок, самое большое количество обращений, это именно по качеству воды, вплоть до того, что приходилось объединять эти обращения в одно большое коллективное такое письмо. Потому что, я так понимаю, проблемы фактически одни и те же у людей. Да, совершенно верно. Также большая острая проблема стоит в летнем отдыхе, это нарушение канализационных стоков в домах, в многоквартирных домах, в результате чего происходят либо порывы, либо какие-то стоки именно в подвальные помещения, вследствие чего возникают в подъездах, то есть в местах общественного пользования большая сырость, грибок, насекомые и так далее. Люди жаловались на то, что проведенный ремонт эксплуатационным предприятиям буквально последний год-два, на сегодняшний день пришел практически в негодность. Ну, я так понимаю, что, тем не менее, на месте работали представители только вашей комиссии, едва ли комиссия по ЖКХ всеми своими консультантами-экспертами смогла так разбросаться, чтобы все закрыть. Ну, тем не менее, должен спросить, получилось ли вам у вас как-то ответить на эти вопросы. Если нет, то что вообще делали-то на месте? Ну, что касаемо, если по вопросам ЖКХ, конечно же, мы принимали эти заявки, мы каждое обращение записывали, записывали контактные телефоны, адреса. Соответственно, у кого-то, может быть, там даже было e-mail, некоторые нам присылали даже и фотографии, допустим, подъезда, фотографии, качество воды какое-то поступает. И мы сейчас узнаем, что вы делали с этими фотографиями, сразу после того, как примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло? Алло? Ну, по всей видимости, сорвался звоночек. Напомню, наш телефон 508-86-84. Если у вас имеются какие-либо вопросы, звоните в прямой эфир, задавайте вопросы представителям общественной палаты Одинцовского района. Сергей Викторович, Екатерина Владимировна, давайте пока продолжим. Мы говорили, соответственно, о том, как получали вы заявление во время этого выездной приемной. Расскажите все-таки, как с данными материалами вы работали? Данные материалы все были подписаны, зарегистрированы, переданы в секретариат общественной палаты, где уже секретариат распределял их по комиссиям. То есть, если это касаемо вопроса ЖКХ, потому что все комиссии, разъехавшись по всему району, принимали, ну, это одно из самых больших количеств жалоб и различных обращений, это связано именно с комиссией ЖКХ. Понимаю, понимаю. Да, данные вопросы были переданы комиссии. Если вопросы были касаемы, например, экологии, то мы либо отвечали на месте, либо также записывали суть данной проблемы, контактные телефоны, адреса. Также, например, другие комиссии, принимав на других поселениях. Очень, Сергей Владимирович, прошу прощения, интересно узнать именно, что вашу комиссию интересовало в этот день, а чем вас озадачивали. Давайте примем еще один звоночек и поговорим уже на данные конкретные темы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и рассказывайте. Очень приятно, Галина Викторовна. Здравствуйте. Я живу по Северной 54, пятый подъезд. Прошлый год нам отремонтировали крыльцо. За этот год все крыльцо развалилось, опасно выходить из подъезда. Откуда-то во время дождя бьется огромное количество воды, и на крыльце воды по щиколотку. Выйти невозможно. Вода поступает в подъезд. Обращалась уже дважды. Никаких мер не принимается. Помогите нам, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а кто является у вас управляющей компанией, кто осуществлял данный ремонт? Я позвонятия не имею. Кому мы принадлежим? А обращались вы куда? Да, я в 45-42 звонила. В 596-45-42. А давно звонили? Сколько времени прошло? Ничего не делается. А сколько времени прошло с момента вашего звонка? 10 дней. 10 дней. Да, то и больше. Ну, достаточно немалый срок. То есть, по меньшей мере, осмотр какой-то, возможно, проводился? Нет, не знаю. Ничего там. Все развалено. Выйти из подъезда опасно. Какая экология. Это ужас какой-то. Ирина Викторовна, прошу прощения, а то, кому вы звонили, они что вам ответили? Пообещали как-то решить вопрос или... Сказали, вашу заявочку записали. На этом все закончилось. Ну что же, я думаю, действительно, комиссия по ЖКХ заинтересуется данным случаем. Благодарю за ваш звонок. Передадим ваши контактные данные, с вами свяжутся, и я надеюсь, помогут. Ну что же, Сергей Викторович, давайте продолжим тогда наш разговор. Объявления, которые, заявления, прошу прощения, которые поступали в вашу комиссию именно в первые эти дни. Давайте выслушаем, что же интересовало людей с точки зрения экологии. Ну, так как мы принимали граждан, участвовали в приеме граждан именно в сельских поселениях Захаровско-Честцовское, они, естественно, находятся в удаленности от Одинцова, соответственно, окружены со всех сторон лесом, лесным фондом. Первое, что всех интересует граждан, то есть люди интересуются, что происходит с лесом, почему он сохнет, в результате чего, хотя уже недалеко, это, конечно же, не секрет, что у нас существует такая болезнь, эпидемия в лесу, эпидемия жука-краеда, с которой, в принципе, сейчас достаточно так успешно все-таки начали справляться. Ну, и, соответственно, их интересовало то, что проходит вырубка деревьев, как, на каком основании, да, и вплоть до того, что вот у нас в округе здесь вот там-то, там-то, за той-то улицей, да, вот мы смотрим, там рубят. То есть мы поясняли, насколько есть у нас информация, да, то есть мы поясняли, что, да, действительно, это проходит в санитарной рубке, также, как можно выяснить, да, законно это проходит или нет. То есть на каждом участке, где проводится сплошная санитарная рубка, в обязательном порядке должен установлен быть информационный щит, на котором обязательно указан тот подрядчик, который выполняет работы, та организация, кто является заказчиком, исполнителем, также номера телефонов, по которым можно позвонить и выяснить. Ну, в принципе, по всем вопросам, касающих лесного фонда, мы как бы давали номер телефона, естественно, лесничество, потому что, в первую очередь, куда нужно звонить, если возникает какой-либо вопрос, это в лесничество, где дадут исчерпывающую информацию по любому участку. Ну, действительно, вопрос санитарных вырубок лес, правомощности конкретных организаций, тех стандартов, по которым данные работы проводятся, это то, что действительно интересует наших жителей. Некоторые из этих вопросов я сейчас вам озвучу, я надеюсь, что вы сможете удовлетворить любопытство наших телезрителей после того, как примем еще один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вопрос Сергею Викторовичу, вопрос не по ЖХХ, а по вопросу по торговле. По торговле. Вот это самый вопрос, который у нас тяжело решает. Ну, задавайте. Вот улица Бирюзова, остановка больница. Два метра от остановки, от улицы, рядом с остановкой торгуют персиками, дынями, помидорами, персиками и всем остальным. Ну, то есть овощами и фруктами, да? Да, овощами. Там перед остановкой полицейской и за остановкой, вот останавливаются автобусы, загазованность. И понимаете, ну это ж вообще ужасно получается. Какая-то может быть торговля там, выхлопные газы. У нас не евро пять, там автобусы ходят. То есть, другими словами, вопрос у вас относительно именно расположения торговых точек конкретно. Ну, это беззаконие. Я звоню вот вчера в торговый отдел, и на неделе, и на то же самое. Ну, я говорю, кто дал разрешение? Или это коррупция? Нет, коррупции нет. Ну что же, понятен вопрос. Не уверен, правда, что Сергею Викторовичу вы сможете ответить. Если нет, то, конечно, давайте. Ну, я не знаю, пусть Сергей Викторович не отвечает, но на это нужно обратить внимание. Безусловно, и поэтому благодарю, что вы нам позвонили сегодня. Ну, Сергей Викторович, что бы мы делали? Я надеюсь, есть контакт. Сейчас остался, да, у редакторов, кто нам позвонил. Мы бы передали, конечно же, этот вопрос либо в комиссию, которая занимается торговлей, либо взяли бы на свой контроль. Потому что здесь однозначно тоже нельзя сказать, да, что это нарушение, либо нет. Нет, законодательное нарушение в этом не усматривается. Те, кто выдают разрешение на торговлю, наверное, на сегодняшний день, честно говоря, не знаю, существуют ли определенные требования при торговле фруктами по удаленности от проезжей части. Да, причем я как бы сомневаюсь, что вряд ли это есть. Потому что это... Ну, закон многогранен, возможно, там действительно имеются какие-либо комментарии по этому вопросу. Потому что это сплошь и рядом, и все мы прекрасно видим, как сейчас у нас продаются и бахчевые культуры, да, это арбузы, дыни и так далее, которые располагаются еще в более непосредственной близости и к более оживленным даже трассам, да, чем улица Березова. И по поводу точки возле больницы, в общем-то, вопрос этот уже поднимался, насколько я помню, и эту точку уже убирали одно время. И посыпались, наоборот, заявления, что мы приезжаем в больницу, вот нужно что-то купить, вот здесь нужно нам куда-то опять далеко ехать, а здесь была точка, было удобно. Это очень сложный вопрос, насколько многие люди приезжают в больницу купить, например, арбузик, это действительно... Нет, люди, которые лежат в больнице, то есть они приезжают, да, люди, которые там лежат, то есть им выйти из больницы, чтобы купить здесь фруктов, гораздо удобнее, чем куда-то ехать, правильно? Поэтому убирали, когда убрали точку, тоже посыпались за пол. Действительно, если убрали точку, значит, вероятно, какие-то причины были. Может быть, конечно, стоило бы, особенно находясь около больницы, все-таки закрытие в какие-то более закрытые павильоны, да? Павильоны, да. Которые обеспечили бы безопасность именно продуктов. Да, да. Более маленького доступа какого-то углекислого газа в помещение где-то. Ну, в любом случае, я так понимаю, это тема для отдельного эфира. Данные, заметочку вы себе сделали. Да. Давайте тогда продолжим. Сергей Викторович, у меня вопрос относительно вашего взаимодействия с другими общественными организациями. Не так давно в нашем эфире был молодежный парламент Одинцовского района. Им, разумеется, перечень общественников наших не оканчивается. С кем вы вообще работаете именно в вашей комиссии и работаете ли в принципе? Ну, есть у нас определенные контакты с другими организациями, которые занимаются также вопросом экологии. Совсем недавно у нас проходила встреча с людьми, которые занимаются раздельным сбором мусора. То есть это энтузиасты, именно активисты? Да, которые занимаются, кстати, не первый день этим вопросом. У них сейчас существуют определенные сложности, вопросы, как их решить, как помочь им и чем можем ли мы им помочь. Конечно, мы это обсуждали. Это в планах, в разработке на сегодняшний день. Мы сейчас продолжим тему. Давайте примем еще один звонок. Сегодня настоящий у нас вал интересующихся. Итак, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Алло, вы мне говорите? Здравствуйте, слушаю, слушаю, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Туворова Галина Васильевна, живу я на Северной, 54. Мне 68 лет, я бабушка. И вот вы знаете, у нас такие безобразные детские площадки, это просто ужас. Что площадка внутри, что за двором, покрашенный койкат. Мальчики все обдирают, все попочки, все ножки. В общем, безобразие полное. Скажите, а как давно у вас, в принципе-то, эти площадки обновлялись? Обновлялись месяц назад. Обновлялись, примерно месяц назад. Но они их так обновили, что там стали мальчики и девочки все ободранные. Они покрасили краской. Очень безобразие нехорошее. И вообще у нас очень двор плохой. Ничего нам не делают. Сделали крыльцо еще позапрошлым году. Сделали так высоко поднимать ногу. Прямо у нас столько много стареньких в нашем подъезде. Но ногу поднять невозможно. И вообще к нам относятся очень плохо наше ЖКХ. Северное. Ну что же, уже второй звонок у нас фактически за 10 минут. Северный 54. На этот раз детские площадки. Благодарю за ваш звонок. Думается, мне комиссия по ЖКХ сегодня очень-очень довольна этим эфиром. Я так понимаю, Сергей Викторович также передадите. Конечно же. И по крыльцу видите. То есть второй человек звонивший. Да. И тем более странно, что детские площадки, которые только что фактически обновились. И достаточно большой информационный повод подали для наших средств массовой информации. Как нечто, что сделал действительно шаг вперед по сравнению с предыдущим периодом в жизни района. Вот теперь внезапно жалобы на них. И думаю, комиссия по ЖКХ заинтересуется. Да, конечно же, мы передадим. Екатерина Владимировна, давайте вам я адресую вопрос. Вы так скромненько у нас сегодня тихо сидите. Ну, расскажите, если мы об общественных организациях, с которыми палата общественная работает, разговариваем. С кем работаете? Есть ли они вообще в районе? Ну, начало многовещающее. Итак. Работая в общественной палате, мы разговаривали в нашей комиссии о том, что наши дети должны уже сейчас получать экологическое воспитание. Потому что если мы сейчас не дадим их, позже мы уже не сможем переучить. А, простите, что вы подразумеваете под экологическим воспитанием? Мы все ходим по улицам, и мы видим, в каком состоянии находятся наши улицы, наши газоны, наши парки, наши леса. Мы, приходя в лес, мы находим что? Первым делом мусор. Я недавно с своей дочкой иду по лесу, она сидит у меня на руках и разговаривает. Ой, мам, смотри, рубашка лежит. Мам, смотри, туфельки лежат чьи-то. Мам, смотри, а там дядя бумажку бросил. Бумажку бросил. То есть, когда было советское время, все-таки у людей было это воспитание, и у нас не было такой замусоренности везде. Сейчас проблема мусора в городе, она везде на первом плане, везде. Но каждый почему-то думает, что вопрос касается только кого-то другого, но только не его. Они ходят по улице, они готовы писать в интернете, они готовы кричать, вот у нас мусорно, вот уберите у нас мусорки. А то, что в первую очередь надо подумать о том, кто этот мусор набросал, об этом никто не думает. Со взрослыми работать, конечно, сложно. Конечно, мы, вот я уже более года провожу субботники, и разговариваю со взрослыми, и многие прислушиваются, и у меня есть результаты, очень хорошие результаты. Когда у нас лес стал чистым, когда у нас дороги стали чистыми, люди стали бросать, постоянно видно, что постоянно убирается. Это касаемо как раз города Голицына. Да, касаемо города Голицына, да. Однако вопрос детского воспитания все-таки остается более приоритетным. И в какой-то момент я все-таки решила, что работу эту пора начинать более серьезно. В свое детство, все свое детство я провела на станции юных биологов, и у меня была такая мечта, что нужно рассказать об этом детям, то, что у нас было, потому что сейчас нигде такого нет. Я так понимаю, именно в рамках данной идеи вы начали с кем-то работать? Или не начали? Все-таки к чему вы уклоните? Я начала, да, в рамках данной идеи я создала свой клуб юных натуралистов «Лес» в Голицына. Позвала людей в интернете, и ко мне пришли люди, ко мне пришли дети. У меня занимаются дети сейчас, записано 28 человек в группе. Занимаются дети буквально от трех лет, даже есть более маленькая девочка, но она с мамой просто приходит. От трех лет и старшие дети 8-9 лет, есть более старшие дети, но так как большинство детей все-таки 4-5-6-7 лет, поэтому все занятия стараюсь под них адаптировать. Адаптировать. Мы даем, я привлекла к своей группе, мы ведем группу вместе с Сергеем Сарминым. Мы занимаемся, рассказываем вопросы как экологические, вопросы туристического направления, вопросы биологические. То есть мы с детьми, буквально общие вопросы биологии начальные, в игровой манере мы все изучаем, какие-то проблемы, биоценоз, фотосинтез. То есть для кого-то это какие-то вопросы изучаются в 5-6-8 классе, а в игровой манере мы уже вот в таком маленьком возрасте все это хорошо понимается. И я так понимаю, какие-то имеются планы, возможно, по привлечению данных ребят к работе палаты или, может быть, к рейдам? Ну, скорее всего, это все-таки сторонние организации. Мы закладываем в них так называемый фундамент, чтобы у них воспитать обращение, бережное отношение, обращение к природе. То есть сменить вот то, что у нас сейчас у взрослых, у всех практически есть вот это потребительское отношение. То есть кинул, бросил, там где-то что-то сгниет или кто-то уберет. Да, или кто-то уберет. То есть мы их привлекаем с самого начала к тому, что здесь должно быть чисто, что здесь нельзя сорить, нельзя бросать. Почему этого нельзя делать? Почему? Что в лесу, в лесу, в природе все взаимосвязано, и они должны понимать уже это изначально. Когда ребенок будет понимать, у него это будет закладываться на начальном этапе, тогда он вырастет, и он будет рассказывать это своим детям. И у нас будет расти правильное поколение. Также хочу заметить, что в клуб юных натуралистов приходят дети не только с Голицына, но и большие веземы, малые веземы, там городок 17, а также приезжают даже из Одинцова. Ну, естественно, все дети приходят, конечно же, с родителями. То есть по отзывам родителей, насколько мы можем об этом судить, разговаривая с ними, им это достаточно тоже нравится. То есть они прекрасно к этому относятся. Они как бы хвалят нас за то, что действительно, вот, это действительно интересно. Екатерина всегда на каждый урок, во-первых, на каждое занятие, не урок, это называется занятием, в конце предыдущего Екатерина дает так называемое домашнее задание. Кто-то должен собрать, например, листочки с каких-то там трав лечебных, что-то нарисовать. И потом в начале следующего занятия, то есть обсуждаем домашнее задание. Также Екатерина рассказывает много столько интересного, например, о муравьях, что родители, в общем-то, слушали, открыв рот. Потому что столько интересного она накопала там в каких-то своих знаниях, книг и так далее, что это действительно было очень интересно послушать и познавательно. Понятно. Ну, а Сергей Викторович, сколько вообще у вас детей-то хотя бы сейчас занимается, сколько ребят к вам ходят? Ну, вот сейчас Екатерина сказала, что сейчас... Сейчас записано у нас 28 человек, да, но они постоянно, да, постоянно все не ходят. Постоянно на занятиях присутствуют где-то от 10 до 15 человек детей. Ну, это в связи с летним периодом, потому что кто-то уезжает в отпуск, кто-то уже приехал. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Вот сейчас уже, начиная с сентября, мы уже договорились, у нас будут возможные помещения. То есть сейчас мы полностью проводим занятия в лесу, в нашем будущем парке, который в Голицыно планируется. Пока только там планировочные работы в администрации проходят. Мы уже там занимаемся, нам уже там интересно. Кроме того, мы перед занятием обязательно приводим в порядок территорию, получается такой положительный эффект. И обязательно, начиная с сентября, уже когда начнется школа, мы планируем проведение эко-уроков. Вот это то, о чем как раз говорил председатель Росприроднадзора Кога совсем недавно. То, что проведение эко-уроков – это их приоритетное направление. Мы об этом тоже говорили, и мы очень хотим проводить уроки, для того, чтобы не только у нас детки-малыши, которые вот такие маленькие, а для того, чтобы более старшие дети тоже понимали это. И учились любить свой город, и учились делать его хорошим и красивым. Ну что же, прекрасно, Сергей Викторович, скажите, а как вы, как все-таки председатель экологической нашей комиссии, воспринимаете вообще перспективы данной работы? Не лучше ли будет работать все-таки с родителями, чтобы те уже дома, в рамках, так сказать, ячейки нашего общества, семьи проводили работу с детьми? Ну, если что касаемо родителей, то как раз они, приходя к нам, они также слушают и, как говорится, внимают нашим советам, нашим рассказам, соответственно, помогают своим деткам усваивать. Если отдельно брать родителей, то, ну, скажем так, наверное, учителя для более-более взрослых людей, это с нас, может быть, не совсем хорошо будет, а вот получится. Именно с детьми, потому что это так называемый пластилин, с которым действительно можно работать, с которым можно лепить то, что... Что хочется и что можется. Да, что можется. Ну что же, Сергей Викторович, очень интересно, что вы все-таки слепите из этих детишек в плане экологического воспитания. Думаю, что когда в следующий раз ваша комиссия посетит нашу студию, мы как раз-таки эту тему также затронем. А на сегодня благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня с экологической комиссией общественной палаты мы обсуждали итоги выездных приемных, которые не так давно имели место быть в нашем районе, а также взаимодействие данной комиссии с другими общественными организациями Одинцовского района. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова